мать в ответ на заявление одного из старейших учеников шри арабинда что современная наука не поверит нам и не пойдет за нами поэтому надо строить только необходимые гипотезы она говорит на эту тему мы ни в коей мере не строим гипотез просто мы ставим опыты я пускал над собой любой человек вправе нам не верить думать что мы помешаны или подвержены галлюцинациям это его дело пусть я думает но мы не строим гипотез мы говорим о том что знаем и пережили на собственном опыте замечательно она сказал просто замечать это пережито на опыте это в общем то позволяет изучая исследую опыт других людей которые переживали подобное сделать действительно научное обобщение в плане этапов и моментов эволюционной духовной трансформации все удивительная вещь то есть пионеры эволюции это люди которые отдавали себя и свое тело вот этим опытом для того чтобы следующим поколением люди которые действительно имеют духовные таланты стремятся его реализовать чтобы они не испытывали трудностей вот что главное замечательные слова матери строить гипотеза значит строить модели строить вероятностной модели именно в этом и преуспела современная наука то есть любое модельное представление о духовной реализации никакого отношения к самой реализации не имеет даже как люди настроили себе моделей бога бог такой сякой он должен быть вот удобно мне а иначе это не бог то есть модельное представление о боге все равно что поклонение языческому идолу истукану там камню не знаю бревну понятно нет бог надо познавать они определением каким-то его награждать модельными важно ли человеку вот нет мне который переживает опыт духовной и телесной трансформации поверят ли ему наука или другие люди я просто знаю что это так и больше ничего я и не стремлюсь никому доказывать рвать на себя рубаху и кричать ну вы должны мне поверить ну как ну сумасшедший понятно и все это будет правильно поэтому ваше дело наше дело сказать ваше дело не послушать вот и все здесь никаких принуждений не должно быть никаких то сказать но декларации при украшивании никаких высоких трибун стадионов огромных для просветления собирающих трудящихся понятно не нужно это это тихая внутренняя работа коммунат тот притянется то есть магнит сердце притянется туда где есть тот самый энергетический огонек или а энергетический центр который способен неким образом содействовать вот твоей духовной реализации вот и все а ученые-отодоксы не имеем должного духовного просвещения никогда не примут на веру то что недоступны их пониманию они верят только в показания приборов там амперметров вольтметров компьютеров квантовых до математический формул это объекты их веры но пусть верят пусть верят должен человек во что-то ведь ну пусть верят в это хотя бы понять умом то что открывается только собственных опытов собственных опытов и переживаниям пулы невозможно ну просто невозможно это невозможно передать адекватно во первых словами и соответственно умом понять неадекватно переданные вещи можно что-то сформулировать можно что-то систематизировать но если нет практической реализации то все ваше построение умственные все ваши теоретические знания они в общем то никакого отношения духовной реализации духовной работе просто не имеет увидев материалистический образ мышления людей науки я сказала их собственные опыты заставляют их признать единство по крайней мере единство субстанции а этого достаточно чтобы получить ключ к разрешению проблему вот она апеллирует ученым которые в своих научных опытах по изучению строения материи пришли к выводу о единстве изначальной субстанции что в основе всего сущего должна быть некая единая неделимая субстанция то есть тот предел дальше которую на мог не может идти вот она с частицами разобралась а что там дальше она не знает есть предел есть стена непознаваемые есть вещи поэтому на эту тему как правило много всяких модельных представлений возникает математических моделей вот вот и когда действительно признана признана в научном мире что субстанция изначально едина мать говорит что это есть ключ к решению проблему эволюционной трансформации материи в направлении утончения и материальности утончения материальности открытие совершенно новых способов и форм объединения с этой вот единой субстанции божественной субстанции а потому на нынешнем этапе духовной эволюции человек может выполнить свою миссию только в сотворчестве с нисходящей божественной силы никакой ученый никакими своими приборами никакими изобретениями проникнуть на этот уровень на этот уровень который позволил бы изменить изменить телесные структуры и тонко материальная структура в направлении ну в частности обретения носителя жизни вечной это сделать невозможно существует одна единственная ли единая энергия которая способна эволюционная энергия способна этот процесс осуществить и вот наша главная задача в работе на пути сознательной эволюции открыться от энергии сознательно открыться и дать возможность ей беспрепятственно работать то есть не вмешать не мешать ее работе вмешательством нашего ума все ведь я все просто и она эта сила последовательно готовит и осуществит конце концов квантовый скачок эволюции с изменением всей материальной стены на каком-то так сказать новом уровне качества материи но естественно в сторону ее утончения